Друзья, как вам известно, в России замедлили YouTube. Дальнейшая его судьба под вопросом. Поэтому, чтобы не потерять нас, смотрите наши видео на Рутуб, ВК и Телеграм. Ссылки в описании. Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Палестинское движение Хамас не будет участвовать в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые запланированы в четверг, заявил РИА Новости представитель движения в Ливане Ахмед Абдель-Хади. «Мы не будем участвовать в переговорах, которые запланированы в четверг», сказал представитель Хамас. Он добавил, что движение просило посредников и Египет, Катар и США представить план по реализации того, что было согласовано ранее, на основании видения президента США Джо Байдена и резолюции Совета безопасности ООН вместо того, чтобы проводить новые раунды переговоров. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и Хамас возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. А тем временем власти Грузии начали готовить общество к попытке государственного переворота, который оппозиционеры могут предпринять после парламентских выборов. При этом в правительстве подчеркивают, что им помогает Запад. Спикер нацсобрания Шалва Папуашвили заявил об иностранном вмешательстве во внутриполитические процессы и привел в пример состоявшийся недавно фестиваль демократии, профинансированный Данией. В правящей грузинской мечте его назвали фестивалем авторитаризма, так как ведущую роль там сыграла оппозиция, призывавшая в том числе освободить экс-президента Михаила Саакашвили. Организаторы мероприятия из Восточноевропейского центра многопартийной демократии утверждают, что туда звали и грузинскую мечту, но они отказались. «Мы должны сделать все, чтобы авторитаризм и агентурное правление никогда не вернулись в Грузию», отметил в связи с этим премьер-министр Ираклий Кабахидзе. «В правящей партии не исключают, что после парламентских выборов их противники при поддержке западных кураторов попытаются устроить беспорядки, чтобы совершить госпереворот. Если оппозиция получит хоть каплю власти, в Тбилиси уже через неделю станут формировать отряды добровольцев», предупредил Папуашвили. «Это как минимум приведет к экономической катастрофе для Грузии, а скорее всего к войне с Россией». Президент Саламез Рубишвили ранее обнародовала для противников грузинской мечты специальную хартию. Присоединившиеся к ней политические силы обещают не мешать друг другу на выборах, а после победы должны создать временное правительство. За год оно проведет демократические реформы, в частности в избирательном праве и судебной системе, после чего состоятся новые выборы. Под документом уже подписались практически все оппозиционные партии. В грузинской мечте ожидают, что Зорубишвили скоро помилует Саакашвили. Поскольку против него возбуждено несколько уголовных дел, он все равно не выйдет на свободу. Но этот символический жест вдохновит сторонников оппозиции. После того, как Конституционный суд уличил Зорубишвили в нарушении основного закона, она стала президентом не страны, а единого национального движения. Партии Саакашвили, указал Кабахидзе, и добавил по ее поводу, простая марионетка. В воскресенье в Тбилиси прилетели конгрессмены Джин Шахин, демократ от штата Нью-Хемпшир и Майк Тернер, республиканец от Огайо. Они выразили обеспокоенность, призвали к свободным и справедливым выборам и заверили, что в Вашингтоне не собираются организовывать госпереворот, но хотят помочь Тбилиси продолжить движение в сторону НАТО и Евросоюза. К сожалению, Кабахидзе не выглядел в этом заинтересованным, посетовала Шахин. «На фоне проблем, искусственно созданных за последние четыре года, возникает необходимость перезагрузки отношений. Нужен справедливый, правильный, здоровый подход к этому. Шаги с нашей стороны предприняты. Мы ожидаем того же от американских коллег», – парировал премьер-министр, не уточнив, что именно имеет в виду. Основатель грузинской мечты, миллиардер и серый кардинал Бедзина Иванишвили не пожелал встречаться с конгрессменами. Кабахидзе сказал, что гости знают, почему он принял такое решение. Ну а Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку. «Городское благоустройство является неотъемлемой частью современной экономики», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин на 10-м Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе. Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков вклад зарыл». На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта. «Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он. По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тысяч долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятков тысяч таких ларьков и вложив 100 миллиардов рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 миллиардов рублей от туризма. Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территории, КРТ. Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города. А тем временем Олимпиада кончилась. Но это для Макрона, для наших спортсменов, для многих других, но для Южной Кореи начинается самый настоящий ужас, которого они ждали все эти недели. Сейчас, когда из страны Макронии возвращаются по домам спортсмены, во многих точках планеты начинается настоящая паника. Дело в том, что это у нас Олимпиада запомнилась безумными санкциями, провалами и скандалами, но кое-где обратили внимание на иную сложность. В Сеуле, например, страну Макронию считают скорее страной Клоповией и больше всего боятся того, что их атлеты сейчас привезут с собой те самые подарочки, которые щедрая Франция точно раздала всем, кто побывал на Олимпиаде. И речь, конечно же, о Клопах. В связи с такой уникальной опасностью, власти Южной Кореи приняли решение задействовать специальную обученную собаку-ищейку по имени Сесо для поиска этих вредителей среди вещей и одежды атлетов и их болельщиков, которые сейчас массово начинают приезжать с Олимпиады и привозить с собой из Франции все самые лучшие. Этот инновационный подход к контролю за проносом вредных насекомых на территорию страны стал возможным благодаря сотрудничеству различных органов и структур. Компания по предотвращению завоза Клопов в багаже проводится совместными усилиями нескольких ведомств, сообщает агентство Reuters, включая Министерство безопасности и транспорта, местное агентство по контролю и профилактике заболеваний, а также руководство авиакомпании и аэропорта Инчхон. Такой совместный подход пришлось задействовать для того, чтобы уберечь корейцев от той цивилизации, которую сейчас могут завести в Южную Корею. Работа Сесо, единственной на данный момент собаки, обученной распознавать запах клопов, является ключевым звеном в системе предотвращения возможной инфестации, завозы насекомых. Ее уникальное чутье и высокая эффективность обеспечивают оперативное выявление опасных насекомых, что способствует обеспечению безопасности на границе и внутри страны. Согласно сообщению правительства, опубликованному в пресс-релизе и цитируемому Reuters, основное внимание уделяется контролю за въездом вредных насекомых через международный аэропорт Инчхон, который считается главными воротами в страну. За несколько месяцев до этого интерес к проблеме клопов у французов уже неоднократно возникал на повестке дня. Прошлогоднее нашествие этих насекомых в различные города Франции стало предметом широких обсуждений и беспокойства в Южной Корее. По данным Google запросы на тему клопов оказались на вершине списка самых популярных по итогам 2023 года. Дорогие друзья, сейчас идет решительное противостояние, и недружелюбные платформы выпиливают патриотические каналы, пытаясь заткнуть рот России, чтобы никто не услышал нашу точку зрения. Нам крайне нужна ваша поддержка, чтобы вместе мы победили в этот непростой период. Даже 100 или 200 рублей будут полезным вкладом в общее дело. Реквизиты на экране и в описании под роликом. А нам надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.